Субтитры сделал DimaTorzok Потом можно будет лучше рассмотреть Вы знаете, тема, какими силами выводить из кризиса российскую науку, завершается вопросом И действительно, окончательного ответа у меня нет, но сразу хочу сказать, что тихо не получится выводить Придется что-то делать достаточно радикальное Можно пошире сказать, что кризис российской науки, он прямо ведет к кризису российского общества Потому что наука сейчас влияет на жизнь каждого Причем вот перечень областей, которые были, казалось бы, далеки абсолютно от приложений А теперь стали прямо востребованы рынком Он очень быстро расширяется Причем крупнейшие корпорации, ну прежде всего трансконтинентальные и государства Используют прогресс науки и новых технологий для достижения определенных целей Которые далеко не всегда ясны И вот непонимание всех механизмов, через которые влияние науки обеспечивается Мы, наше общество, рискует оказаться в роли подопытных кроликов Или в лучшем случае без беспомощных наблюдателей Я хочу сказать, что акцент на том, как и кто может помешать такому развитию Очень интересен И сразу же вопрос Вот может ли бесправный, зависимый ученый или преподаватель В полуфеодальном фактическом государстве, которое у нас по факту сложилось Защитить на своем участке фронта, так сказать, интересы общества и государства Я думаю, что ответ очевиден Жуков Но обращая внимание на нашу российскую специфику Где проблемы науки усугублены действиями власти Я об этом чуть позже хотел сказать Надо понимать общий мировой тренд Я хотел бы на примере, который мне ближе достаться Цифровая экономика и внедрение новых методов обработки информации Есть, конечно, в этой области очень понятные, очевидные примеры И даже нам есть чем отсчитаться Например, мои личные работы 70-х годов Сейчас используются томографии Для того, чтобы ускорить в разы работу медицинских томографов То есть действительно математика входит в практику И никто, конечно, против этого не возражает Но это не главная тенденция Вы знаете, я вот в первую половину этого года В Кембридже, в институте Исаака Ньютона проходил семестр Как раз с названием связанным Ну, там, аппроксимация Аппроксимация, сэмплика, компрессионная дата сайс То есть про некоторые аспекты работы с данными Я два месяца там просидел Посидел все, значит, такие колоколы По искусственному интеллекту Есть гип-лёнинг такая область Наверное, уже многие знают И провел два месяца не зря Хочу сказать, что каких-то новых открытий математических или других Я там не заметил Но есть колоссальный спрос из практики И тысячи математиков пытаются свои знания Как-то, значит, найти свое место вот в этом процессе, на этом рынке Но для чего привлекают ученых? Вот в Кембридже мой коллега, профессор Томас Струбер Который директор Центра анализа данных искусственного интеллекта В университете Калифорнии Дэвис Это один из пятерки ведущих американских университетов Он отменил свой научный доклад И назвал, и прочел доклад по теме «Сюрвейнс капитализм», то есть надзирающий капитализм Опираясь на свой опыт использования вот этих больших данных Искусственного интеллекта И на книгу Шушан Изумов Это профессор Гарвард Которую он рекламировал, можно сказать Я потом познакомился с этой книгой Некоторые называют это «Капитал 21 века», которая так и называется «The age of surveillance capitalism» Что там она, значит, начинается этот новый период «Зов», это ее, наверное, русского происхождения Начинается с создания компании «Бугл», которая вначале была в гармонии с потребителем Она давала данные, значит, собирала данные Но потом она и ряд крупных транснациональных компаний Занялись совершенно другими делами Они занялись, используя огромные возможности по сбору данных Прогнозированием, продажей этих прогнозов А потом просто средствами изменения поведения И вот доклад этого стромера как раз Был посвящен сопротивлению Которое в Америке уже нарастает Вот этой новой реальности И надо сказать, что В Америке находятся Профессора, которые борются Вот с этой новой реальностью Но у нас Почему? Потому что они гораздо более независимы Если сравнить с тем, что происходит у нас И потом мне стромер написал письмо Говорит, слушайте, вы должны у себя тоже с этим разбираться Потому что сейчас, открывая холодильник Можно быть уверенным, что информация о том, чем вы питаетесь Продается в разные точки мира И когда вы засыпаете, то ваш мобильный телефон Пересылает информацию о том, как вы дышите И чем вы больны и так далее И этот процесс крайне сложно контролировать Потому что все вот эти оговорки о сохранении частных данных Он сам просто как профессионал и директор центра по искусственному интеллекту Говорит, уследить это практически невозможно Вот эта опасность абсолютно реальна Это действительно тренд основной И вопрос, а кто в России будет заниматься борьбой с этим, так скажем, явлением? Причем у нас работают в основном эти транснациональные компании Но у нас есть Яндекс, тоже своя компания Которая примерно такими же процессами развивается Так там же в нашей математике все и кормятся Потому что они платят деньги И опять встают вопросы А где же у нас независимая среда специалистов Которая будет объективно оценивать реальность И что мы из этого будем иметь? У нас даже законопроект депутата Горелкина Об ограничении, так сказать, иностранных, так скажем, компаний Крупных IT-компаний С тем, чтобы это было в основном государственное участие И тот никак не может быть принят Встречает ожесточенное сопротивление И пока мы все это обсуждаем Вот тот же Яндекс Он, это уж чуть в сторону Спокойно, совершенно эксплуатирует Уже в рамках обычного, традиционного гикого капитализма Таких несчастных таксистов Оббираясь с них 30% с каждой поездки Но в России эти проблемы, значит, существование решается И больше того, с государством у нас тоже Очень сложно, так скажем, развиваются отношения Потому что вот При всех этих новых тенденциях Которых я говорю Полуфеодальное государство, оно не может Совершенно не может Не только обработать эти вопросы Оно их категорически усугубляет И вот здесь мы приходим к тому Что убивает фактически нашу науку И я не так давно прочел лекцию на эту тему Современность и состояния российской науки И хочу просто напомнить вот этих пять путинско-медведевских ударов Которые фактически дестабилизировали ситуацию Лишили возможности ученых как-то активно участвовать И я просто их перечислю кратко Десятый год закон о бюджетных учреждениях И вот, кстати, мои друзья, вот директора Никто не протестует против этого закона А почему не протестуют? Потому что они стали полными хозяевами директоров своих коллективов Никогда такого не было Они делают, что хотят Они, значит, все распоряжаются Практически киногласно наушным коллективам Их можно вычеркнуть из тех, кто будет бороться За, так сказать, нормальное развитие науки Как ни грустно И больше того, этот же закон Базовое финансирование заменил госзаказом То есть государство влезло, не понимая Вот формирование того, чем занимается даже наук Двенадцатый год закон о образовании Путин его проталкивал Итог С двенадцатого до семнадцатого года Четыре раза уменьшилось число Аспирантов Закончивших аспирантуру С представлением диссертаций Это катастрофическая ситуация Двенадцатый год закон о российской академии наук Но тут я не буду долго комментировать Это спецоперации, по-моему, вредительства натуральные Которые дестабилизировали деятельность всех научных учреждений А в регионах особенно эти научные центры Превратились в не пойми что это В Вилонской башню Потому что все региональные научные центры Слились по этому закону в одно юрлицо Физики, биологи, филологи и все остальные Четырнадцатый год Упор на грантовое финансирование Вот уже об этом речь сегодня была Борис Сергеевич, если можно Я завершаю Я завершаю Спасибо Грантовое финансирование Откуда оно взяло? Это прямое поручение Путина Перевести в основном на грантовое финансирование Удалось в законе как-то сгладить Но вот это поле того, что мы имеем Пятое Пятое удар Это ущемление прав ученых и преподавателей В России зарплата ученого По договору, который мы себе подписываем Это 25-30% от того, что мы реально получаем За остальное Надо платить послушание И вот тут-то и вопрос Может ли наука развиваться Решать острые проблемы Находясь Вот в таком Забитом и, так сказать, несвободном состоянии Я недавно присутствовал на сессии Академии наук Освеченной острейшим, ну, основным общественным проблемам Там было много интересных докладов Но в целом, если так я хочу сказать К сожалению, обществоведы опять обслуживают власть Опять обслуживают власть Потому что у них никакой свободы нет И в поисках того, кто же все-таки будет Выводить российскую науку из кризиса Мы должны в первую очередь обратиться К борьбе за академические свободы За независимость преподавателей И для этого надо применять все способы Все абсолютно способы Иначе нас ждет просто катастрофа Спасибо Спасибо